Всем огромный привет! И в этом видео я наконец-то хочу поделиться тем, почему я выбрала компанию Сибирское здоровье. Это не первая моя MLM-компания, и когда я сюда пришла, я уже четко знала, зачем я сюда шла, и я четко понимала, почему я выбираю именно эту компанию. Когда я покидала предыдущую компанию, я немножко походила по маркетинг-планам различных MLM-компаний, и выбрала именно Siberian Health, Сибирское здоровье. И как раз в этом видео я хочу поделиться с вами тем, почему я именно здесь. Возможно, для кого-то это видео станет полезно при принятии решения, если кто-то еще сомневается, идти сюда или в другую компанию. В общем, возможно, вам это видео будет полезно. Итак, смотрим. Итак, первое, на что бы я хотела обратить внимание, что производство у нас находится в России, компания Новосибирская и компания Отечественная. Но у нас общество вообще делится на две категории. Кто-то за российского производителя, с таким прям патриотизмом, с таким, что да, вот Россия, мы молодцы, мы вот у нас качество. Кто-то говорит, что нет, что Россия нет, вот Европа они делают, вот Америка они делают. А мы что мы тут можем сделать? Так вот, я хочу немножко вступить на защиту наших отечественных компаний, в частности, вот компания Сибирское Здоровье, она подтвердила качество своей продукции всеми необходимыми тестированиями, всеми необходимыми знаками качества. И самый важный для меня момент был, когда я узнала, что компания Сибирское Здоровье пользуется успехом в Европе, в Азии, в Америке. Ну, я для себя поняла, что эта компания непростая, что эта компания действительно с мировым именем, что продукция этой компании действительно хорошего качества. Потому что мы обычно привыкли, как говорить, что вот, вот это вот Германия, вот это да, вот они, вот я работаю с этой косметикой, это да, вот это вот там Италия, уу, это вообще Америка, да просто, это вот круче быть ничего не может. А тут наша Россия наконец-то выбилась на мировую арену и говорит о том, что у нас качество, что в других странах активно тоже развиваются сетевики, американцы, европейцы, азиаты, они строят успешно бизнес, они пользуются этой продукцией, они ее распространяют. И я думаю, что, например, даже Европа, если бы у нас было плохое качество, я думаю, что они не стали бы работать с нашим продуктом, правда ведь? Второй момент, который я учитывала при поиске компании, мне нужен был продукт, чтобы в этой компании был продукт с быстрой оборачиваемостью. То есть если в компании одни помады, духи и крема, то это понятно, что здесь нужно будет ходить и именно уже эту продукцию продавать. По той простой причине, что, как вот сейчас гласит концепция любого сетевого маркетинга, да, в любой компании, что мы пользуемся сами, предлагаем другим пользоваться, и все пользуются, 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 и за счет этого создаем товарооборот. Так вот, когда в компании в основном декоративная косметика, да, и крема для лица, да, вот оно по уходу, то эта продукция, она с низкой оборачиваемостью. И эту продукцию, например, за три недели или за месяц ее всю не использовать. Поэтому, когда приходит время и надо делать заказ, а в каждой компании есть определенный товарооборот, который нужно сделать, чтобы получить доход со структуры, то в том случае начинают возникать трудности, что нужно что-то покупать, а что покупать, когда уже все куплено. То есть, соответственно, надо брать каталог и идти с этим каталогом, ну, предлагать друзьям, кому-то, соседям. Вот этот момент был тоже для меня важен, что здесь продукция с быстрой оборачиваемостью, здесь нет декоративной косметики, здесь уход и здесь продукция для здоровья, то есть БАДы, витамины и то, что вот как раз хватает на месяц, этого всего хватает на месяц. То есть, здесь отчетный период не 2-3 недели, как во многих компаниях, да, вот именно каталожный период, здесь четкий месяц от начала и до конца. И за месяц сделать товарооборот попроще получается, чем если вот за три недели, да, и плюс еще продукция здесь полегче. Но выплаты, а выплаты я скажу в конце ролика, но выплаты здесь даже больше, чем во многих компаниях, которые вот кричат, что у них 19-17 зарплат, еще сколько-то, не в этом счастье, не в количестве зарплат, а в количестве денег, которые выдаются в эту зарплату. Далее, третий момент мне был очень важен, это цена самого продукта, потому что у нас уровень населения в стране, да, и в странах СНГ, то есть финансовый вот уровень у населения достаточно разный. То есть мы знаем, что в крупных городах, да, там в столице, например, там в бывшей столице, мы знаем, что там у людей одни доходы, и для них, например, дорогая продукция для многих, вот если, да, компания позиционирует себя как просто вау, и у них там, к примеру, баночка крема стоит 3-5 тысяч рублей, да, возможно, где-то может быть, ну, в Москве, там, в Питере, в каких-то еще крупных городах, да, для кого-то это будет комфортная стоимость. Но в большинстве своем, когда продукция очень дорогая, то обычный среднестатистический или вот мамочка в декрете, да, студент, он не вытянет такую продукцию, просто он не сможет ее приобретать себе. А как он сможет с ней работать, если не купив себе, вот, ну, да, вот говорят, ну, иди продавай тогда, ну, как, не попробовав самому, можно что-то идти и кому-то что-то предлагать. Поэтому здесь очень важный момент для меня был цена. Я когда познакомилась с ценой на продукцию, меня это, она приятно удивила, потому что здесь вот у нас в сетевом концепции меняем магазин, да, то есть меняем магазин за углом, открываем каталог и все теперь покупаем здесь. Таким образом создаем товарооборот. Ну, как можно поменять магазин, если ты до этого покупала, покупал шампунь за 100-150 рублей, а тут тебе его надо купить за 300-400 рублей. Ну, ты же просто меняешь магазин, так, получается, со сменой магазина ты и расходы свои меняешь, да, ты увеличиваешь свои расходы в 3-4 раза, да зачем оно такое нужно? Здесь именно, вот, стоимость приближена к масс-маркету, поэтому сменить магазин здесь не составит труда для любого жителя нашей страны и стран СНГ. Эти цены, они комфортные, они адекватные, и они по карману, по карману всем, что немаловажно. Дальше, стоимость балла, по баллам, да, вот, меня как-то приглашали работать в некоторые другие компании, и тоже один из аргументов был, то есть такой вопрос, да, а сколько баллов у вас нужно сделать, чтобы вот набрать, да, тот товарооборот, я им ежемесячно или каталожный, чтобы получить доход со структуры? Я говорю, 100 баллов, а не как там, 100 баллов, а вот у нас 50, у нас круче. Но когда я просчитала их 50 баллов и сравнила с нашими 100 баллами, я поняла, что их 50 баллов будет мне в 2 раза дороже, чем наши 100. Поэтому не количество баллов играет роль, а стоимость за 1 балл. И у нас 1 балл равен 30-35 рубля. Многие компании тоже сетевые кричат о том, что да, у нас 30-35 рублей, но по факту получается, что у них может балл стоить и 70 рублей, и 80. То есть тут зависит уже от того, какой продукт выгодно продвигать самой компании. Если компания, например, продвигает активно БАДы, да, продвигает БАДы, то у них, например, да, вот за 1 балл будет стоимость 30-35 рублей. Но если вы захотите купить, например, бижутерию, которая также у них есть в каталоге, или же там, ну, какую-то косметику, то там уже балл может стоить 50-70 рублей. То есть понимаете, да? То есть вам нужно уже будет потратить больше денег, чтобы набрать то необходимое количество баллов, чтобы получить процент со структуры. Вот этот момент мне тоже не нравился в предыдущей компании. Я это расценивала как обман. Потому что изначально говорите о таких цифрах, а на выходе получаются какие-то совершенно другие баснословные суммы. Поэтому это тоже важно. Что касается регистрации. Многие тоже, компании сетевые, говорят, что вот у нас бесплатная регистрация, это наш огромный плюс. Здесь отношение к этому, во-первых, у меня немножко такое двоякое. Когда человек приходит на халяву, вот это вот, у нас все бесплатно, ничего не надо, все бесплатно, все дадим, все под вас тут, все ветки построим, все это, халява сплошная. Человек приходит на эту халяву, садится и ничего не делает. И ждет он этой халявы. Я так работала в предыдущей компании, такие сообщения я рассылала, предлагала вот это вот какое-то завуалированное, ничего не деланье. И регистрация бесплатная была, была на нее акция. И поэтому в итоге приходили люди, было куча регистраций, но из них, из 200 человек со мной сейчас, вот кто ушли со мной, вот именно в эту компанию, осталось один. Я сейчас понимаю, что остался один человек, вы представляете? Все все равно отсеялись, потому что халяву они ждали. А халявы не было, надо работать, надо все равно вкалывать, это бизнес. Поэтому, что касается регистрации, когда говорят бесплатная регистрация, тут стоит подумать, а хорошо ли это. Потому что, как правило, когда человек приходит, и он вообще ничего здесь не должен, абсолютно ни за обучение, ни за что, он пришел, потоптался, покопался в носу и ушел. Но когда человек заплатил свои 150, 200, 300 рублей, когда там дальше он начинает уже обучаться, от него требует уже какой-то товарооборот, то начинают шевелиться мозги просто-напросто. Начинает уже думать голова по-другому. Ага, я же вложил свои 150, 200 рублей, значит, я должен работать. Я купил вот это вот место себе в компании. Конечно, не как линейный бизнес, не за 100 тысяч или миллион рублей, а 250 рублей у нас стоит регистрация для консультантов. Это регистрация стоимости чашки кофе. То есть это возможность работать как с франшизой, то есть от имени Сибирского здоровья работать именно в этом ключе. И если регистрация через интернет, то на эту сумму еще можно себе взять комплект документов, красочных, таких красивых журналов. То есть получается, что регистрация практически бесплатна. И да, регистрация для консультантов у нас платная. Это для тех, кто приходит строить бизнес. Но для тех, кто пришел просто пользоваться продукцией, регистрация бесплатная. То есть у нас два вида регистрации. Консультант, который бизнесмен, да, будущий. И привилегированный клиент, который просто потребитель. Следующий момент. У нас три вида дохода. То есть три вида дохода у нас платит компания три вида выплат. Там, наверное, правильнее было написать, да, три вида выплат. Первая выплата, это вот про консультантов я рассказываю, привилегированных клиентов больше не трогаем. Первый вид выплат это вот за создание личного товарооборота. То есть вы делаете заказ на 100 баллов, порядка там 3000 рублей, 25% вы получаете обратно в личный кабинет в денежном эквиваленте. То есть сегодня вы сделали заказ на 100 баллов, на 3000, завтра заходите в свой личный кабинет, у вас там висит 750 рублей. И на эти 750 рублей вы можете прийти в офис или через интернет сделать заказ и оплатить полностью 100%. Знаю, что во многих компаниях полностью 100% оплачивать нельзя, там 60, 70, 40, 50%, но полностью почему-то вот не дают они оплачивать. У нас можно оплачивать 100% и доставку оплачивать с этих же денег. То есть это ваш первый доход, эти 25% с ваших личных продаж, с вашего личного потребления, как хотите. Дальше. Второй вид дохода, он здесь же, второй вид выплат, он находится в этом же разделе. То есть вот 25%, помечу. 25% личного, с личного. Дальше. Вот сделали мы 3000 рублей, да, вот я сейчас покажу, сделали 3000 рублей, с них получили 25%. Ой, равно там 750 рублей, да. Далее. Далее. Программа считает дальше, да, вы сделали, это розница, это розница у нас. Дальше. С этой суммы также высчитывается с оптового товара оборота, то есть, например, продукция здесь по опту вышла, например, там на полторы тысячи рублей, да. И в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь, у нас, кстати, на уровнях выплачивается от 8 до 37%, в зависимости от того, на каком вы уровне. Чем выше уровень, тем выше процент. И здесь, в зависимости от того, на каком уровне, с оптового товара оборота вам, например, ну там вы на начальном этапе, да, еще высчитывается 10% к доходу. То есть, ну, к примеру, там это выйдет, ну, в данном случае, пусть это выйдет там 150 рублей. То есть плюсом еще, да, плюсом еще мы здесь получаем. И третий вид, третья выплата, это как раз с общего. То есть, под вами, например, структура, ну, там сколько, тысяча баллов, да, под вами люди делают заказ, общая сумма их тысяча баллов. И с них еще вы получаете доход в зависимости от того, на каком уровне, то есть, где-то 12%, да, там 10-12%. Вы получаете еще с них. То есть, три вида выплат. Я не знаю ни в одной компании, чтобы платили и за оптовый, и за розничный. Обычно, вот, что есть, то есть, да, либо платится за что-то одно, как правило, за оптовый. И здесь у нас платится и за розницу, возвращается в 25% и за опт. И плюс, ну, понятно, с общего товара оборота, в зависимости от того, какое место на карьерной лестнице вы сейчас занимаете. Дальше такой момент, регистрация в офисах. У нас можно регистрироваться через интернет, ну, понятно, да, как сейчас и везде, можно зарегистрироваться в офисе. Это тоже, наверное, понятно, да, и многие скажут, да у всех, конечно, можно зарегистрироваться в офисе, ради бога. Но, я думаю, что вот во многих компаниях, если вы пойдете регистрироваться в офисе, вас просто-напросто к себе переманят. И всякими правдами и неправдами отговорят и скажут, да с какой радостью я здесь нахожусь в Питере, а я буду регистрировать тебя, если твой спонсор на Камчатке где-то находится. Вот езжай к нему и там регистрируйся. Наверное, скорее всего, будет как-то так. Поэтому, а здесь у нас регистрация в офисах, она, как вам сказать, она как обязательно, да. То есть, если я из другого города пришла в офис у нас в городе, да, и говорю, вот мой спонсор находится на Камчатке, да, но я хочу зарегистрироваться здесь, потому что я хочу в офисе, я хочу получить пакет документов, я бесплатную регистрацию хочу, да. То есть, я хочу прикрепиться к вашему офису, но мой спонсор будет там и меня зарегистрируют здесь без всяких переманиваний, потому что этому офису так же выгодно, что я буду приходить и делать у них заказ, закреплюсь за ним, они так же будут с меня получать свои доходы, свои проценты. То есть, переманивать им меня совершенно не нужно, неинтересно. Они так же будут, я так же буду создавать товарооборот их офису, но мой спонсор будет находиться в другом городе, и они без проблем меня зарегистрируют. То есть, с этим проблем вообще нет, и это очень активно сейчас практикуется, и, то есть, в этом сложности никаких. То есть, здесь настолько вот этика компании, что существует, да, что здесь таким даже не занимаются эти переманивания, что-то кому-то там доказывать, объяснять. Ну, может быть, за исключением каких-то моментов, если это совсем провинциальный, может быть, городок, и там где-то на дому сидит какая-нибудь женщина, да, делает, собирает у себя заказы, у нее нет ни офиса, ничего. Да, ей, возможно, выгодно будет к себе переманить, но так она вас и зарегистрировать полноценно не сможет, у нее ни офиса, ничего. Поэтому тут такой момент тоже, как бы, он важный, и я считаю, что момент хороший, потому что человек приходит в офис, он видит продукцию, он видит все, вот как все обставлено, как пахнет травами, и тоже, конечно, это очень сильно подкупает. Дальше, доставка уже здесь не вмещается у меня, доставка от доставки, поговорить, это очень щепетильный момент, я знаю, во многих компаниях. И у нас доставки, как таковой, ее нет вообще, просто вот ее нет. Почему ее нет, да, то есть вы можете вот просто прийти в любой офис, который у вас находится в вашем городе, и по списочку, как в магазине, тут же на месте приобрести товар, ту продукцию, которая вам нужна. Соответственно, ни доставки, ничего вам платить надо, то есть пришли, заплатили, забрали тут же и ушли. То есть доставку не платим, за время мы не ждем по 2-3 дня, я вот, допустим, знаю, да, во многих компаниях, ну, ждать надо, да, хотя бы те же 3 дня. Ну, зачем мне ждать ту же помаду 3 дня, когда у меня столько магазинов кругом, что, ну, что вот мне ждать эту помаду? То есть, ну, вот, такой тот же момент, как бы мы же не в каменном веке уже живем, поэтому это очень важно, эти вот 3-5 дней, они вот, ну, мне, например, совершенно они ни к чему, да, зачем вот эту косметику, мне ее ждать? По доставке, то есть пришли, все на месте купили, да, все, ушли. Если же вы находитесь в населенном пункте, где нет офисов, да, то здесь доставка будет стоить ровно столько, сколько возьмет за вас почта. То есть никаких компаний, Siberian Health не берет никаких сервисных сборов, никаких там за доставку, за то, за все, за 5-10, просто вы собираете продукт, да, вот сколько вам, вот вы собрали там в карте, магазинку в вашем интернет-магазине, в личный кабинет, все это сам сложили, и за доставку заплатили, заплатили столько, сколько вам скажет почта, то есть там 200-300 рублей, но я знаю, что вот в предыдущей моей компании там до полутора тысяч доходило, но это было, конечно, очень, вот, и всякие вот эти сервисные сборы тоже меня всегда смущали, я не понимала, то есть я, вот, допустим, мне нужно купить на 1000 рублей там помаду, крем, да, что-то, но в итоге, да, мне делала компания скидку, все, спасибо, замечательно, но когда потом я, мне на выходе надо было за это расплатиться, мне приплюсовывали, так, хоть сервисный сбор, доставки-то, брошюрки, пакетики, тра-та-та-та-та-та-та-та, и в итоге у меня та же сумма обратно возвращалась, то есть, что есть у меня скидка, что консультант я в той компании, что не консультант, как бы тоже мне казалось каким-то вот обманом попахивает, и было даже как-то вот, ну, неприятно, и я понимала, что я обманываю и своих людей, да, которых привожу в эту компанию, которым расписываю, как все классно, а потом вот эти всякие подводные камни, о которых вот постоянно приходилось спотыкаться и объяснять своим людям, что, ой, да нет, это, ну, это вот мелочь, это все-таки мелочь, и мы же бизнес строим, ну, к чему оно вот это, да, что-то там лукавить, доказывать, вот что касается доставки, мне этот момент очень нравится. И дальше такой, конечно, приятный момент, про три вида выплат я вам рассказала, да, естественно, конечно же, здесь есть различные бонусы за достижение уровней, за быстрый старт, все это здесь, конечно же, есть. Здесь есть и быстрый старт, сам по себе, и программа роста, то есть вы достигаете определенный уровень, удерживаете его в течение трех месяцев, кстати, в предыдущей компании, я помню, что некоторые уровни, ну, чуть ли не год надо было удерживать. Здесь все уровни удерживать надо по три месяца. Удерживать этот уровень, то есть получаете еще бонусы, просто бонус роста. Быстрый старт, бонус рост, дальше. Автопрограмма, программа жилищная. То есть доходит вплоть до того, что компания полностью оплачивает автомобиль, жилье, да, вот, ну, что вы из этого выберете, можно и то, и то, то есть все, пожалуйста, что у нас еще? На лидерских уровнях у нас национальный лидер получает красный Mercedes в подарок, дальше региональный менеджер, региональный лидер у нас уже получает дом в Греции. То есть все здесь имеется, все здесь есть, за все здесь платится, платится столько, сколько душе угодно, выплат, пожалуйста. То есть компания щедра на выплаты, никаких, никто здесь ничего не зажимает, никто на деньги не жадничает совершенно, несмотря, опять же, на то, что это российская компания, потому что у многих может возникнуть такой вот вопрос, что, ну, вот в Европе-то, да, там к людям как к людям, а у нас тут в России, ух, никак. Вот, собственно, я вам рассказала, почему я здесь, что мне здесь нравится, нравится мне здесь все, что у нас здесь, как вообще происходит, почему выбрала я именно эту компанию. Я считаю, что мой выбор вполне обоснован, выбор, считаю, что грамотный. Было с чем сравнить, был уже опыт. Поэтому, если это видео вам полезно было, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, пишите в личку, пишите, ответим вам, ответим вам везде. У меня на этом все, спасибо вам за внимание и подписывайтесь на канал, следите дальше за новостями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!